Всем привет! В этом видео вы узнаете о самом сильном тяжелом танке Советского Союза. Сначала предлагалось три варианта сверхтяжелого танка СССР. Объект 257, Объект 258 и Объект 259. Но в конце концов, все хорошее из этих танков совместили и получили Объект 260, который позже получил наименование ИС-7. ИС-7 был сделан по классической схеме. Экипаж танка состоял из пяти человек. Мехвод, наводчик, два заряжающих и командир. Он имел очень значительное бронирование корпуса до 150 мм, которая располагалась под огромными углами с присутствием схемы щучий нос. Башня танка была летая. Максимальная толщина брони 210 мм, а толщина маски орудия 350. Также на него установили свежую, разработанную в 1946 году пушку С-70 с нарезным стволом и с начальной скоростью бронебойного снаряда в 1030 метров в секунду. ИС-7 можно без преувеличения назвать лучшим тяжелым танком СССР, да и вообще самым совершенным тяжелым танком в мире, так как ИС-7 это сочетание брони, скорости, огневой мощи и комфорта.